Добрый вечер! Вы смотрите программу «Журсовет». Меня зовут Надежда Шабалина. Вместе со мной в студии присутствуют мои коллеги Евгения Бакина и Дарья Михеева. А в гостях у нас сегодня Андрей Усенко, представитель Кировской области в Общественной палате Российской Федерации. Всем добрый вечер! Добрый вечер! Тема сегодняшнего эфира – создание в Кировской области нового дискуссионного клуба, который носит название «Так-то да». Андрей Леонидович, вы как куратор этого проекта нового, расскажите, что он из себя представляет? Я думаю, что известно, что в феврале состоялся круглый стол с таким необычным названием «Что не так?». Круглый стол инициирован в Общественной палате Российской Федерации, в котором принимал участие секретарь Общественной палаты России. И, собственно говоря, в рамках этого круглого стола было высказано предложение на основе практики других регионов, чтобы этот круглый стол не стал таким разовым мероприятием. Сформировать в таком же формате вот так называемый клуб, причем в каждом регионе он носит свое название. Как правило, это название отражает ту или иную фонетическую фразу региона. Вот у нас такой фразой было избрано название «Так-то да». И, собственно говоря, это такой продолжатель того круглого стола, трансформировавшийся в обсуждение неких тематических вопросов. Основной концепт мероприятия состоит в том, чтобы обеспечить возможность прямой коммуникации между региональной властью в лице губернатора, потому что это одна из принципиальных особенностей клуба – это встреча непосредственно с губернатором региона и тех неравнодушных, заинтересованных, активных граждан, которые переживают в отношении тех или иных проблем, которые есть у нас в регионе. Вот такая задача, собственно говоря, вполне сочетающаяся с основной задачей региональных общественных палат, стоит и перед этим клубом. Поэтому то решение, которое в рамках круглого стола «Что не так в феврале» состоялось, о создании этого клуба сейчас, оно уже воплощено в жизнь. И можно говорить о том, что 28 июня на следующей неделе состоится как раз первое заседание клуба «Так-то да». А почему такое название перевела? Почему такое название так тогда? Потому что интересно, за купецкий мотив. Ну, знаете, родилось оно практически спонтанно и само собой. Я даже сейчас уже не знаю, кому, собственно говоря, там приписать его авторство. Разговор шел до начала круглого стола «Что не так?». Была встреча губернатора региона с секретарем палаты, с секретарем региональной палаты, со мной. И Валерий Александрович Фадеев сказал, что в других регионах этот клуб называют какими-то специфическими... Свойственными особенностями определенными. С местными какими-то фонетическими оттенками. И тут вот кто-то произнес эту фразу «Ну, так-то да, конечно». То есть это как вписалось, так скажем. Да, и мы, в общем, поняли, что мы даже называем это неким образом... Мы называем это неким ответом на вопрос «Что не так?». Если что не так, так-то да. Вот такая игра слов, которая, с одной стороны, может быть, покажется кому-то достаточно легкой и веселой, но... Идфантильным даже таким. Ну, легкой, так называем ее так. А с другой стороны, на самом деле, принципиально важна, потому что это, несмотря на то, что проект инициированный на федеральном уровне, он имеет в каждом из регионов свои особенности. Где-то это совершенно неформальный клуб заседания, который проходит, условно говоря, в кафе или в ресторане. Где-то это мероприятие, которое проводится практически принципиально на открытом пространстве, на открытом воздухе. И у каждого из вот этих клубов, а их сейчас уже было практически около десяти, есть свои особенности. А какой формат будет у нас? Интересно, где это будет проходить? Да, формат сохраняется. Это, собственно говоря, круглый стол, за которым собираются представители органов власти, первое лицо региона. И, как я уже сказал, те, собственно говоря, общественные активисты, которые хотели бы либо что-то донести, либо о чем-то спросить. Но мы для себя в качестве принципиальной, опять же, отличительной особенности этого клуба поставили задачу вовлекать в его работу представителей не только из областного центра. Так как это, собственно говоря, изначально проект общественной палаты региона. Федеральный, да? В данном случае уже региона. То есть клуб это региональная общественная палата проводит. Поэтому мы принципиально важным считаем, чтобы это не ограничивалось участием только активистов из областного центра, из города Кирова. И вот сейчас, первое заседание, мы сейчас ведем достаточно такую большую работу по привлечению тех общественников, тех активистов, которые живут в районах области, которые столкнутся, собственно говоря, с той проблематикой, о которой мы будем говорить, и которые могли бы и хотели бы по этому поводу что-то сказать. Более того, мы прорабатываем сейчас вопрос того, чтобы оказать им содействие в, собственно говоря, там участии, то есть в доставке, посещении областного центра. Не всем это просто. Расстояния у нас большие. Рабочий день. Я вот буквально шел к вам в студию и сейчас там обсуждали несколько вопросов с тем, чтобы представители из районов у нас были. И мы будем это делать в отношении каждой темы каждого клуба, потому что нам прикажется принципиально важным, чтобы не ограничивалось все обсуждение вопросами областного центра. У нас большая область, большой регион, большая часть проживает как раз в муниципальных районах, поэтому принципиально важно, чтобы люди из районов также могли принимать участие вот в таких общественных процессах. А вот хотелось бы сразу задать вопрос, где-то будет информация выставляться о том, что можно посетить? То есть откуда можно будет информировать? Откуда будет? И нужно ли будет желающим заранее, может быть, где-то зарегистрироваться или как-то заявиться? Или они могут просто прийти в свободном режиме? Ну, смотрите, здесь еще одна принципиальная особенность клуба – это его открытость. То есть никто не ограничивает закрытый доступ. Любой желающий. Любой желающий, собственно говоря, имеющий, что сказать и что спросить по этой теме, может принять участие в заседании. Другой вопрос, что мы, конечно, должны предварительно позаботиться о помещении, которое вместит всех желающих, и нам было бы крайне желательно представлять то количество людей, которые могут этим вопросом заинтересоваться. На данный момент мы готовим заседание в Большом зале библиотеки имени Герцена. Достаточно вместительное помещение. Я надеюсь, что все, собственно говоря, там смогут разместиться. Если же есть желание выступить с каким-то проектом, с каким-то предложением или по какому-то вопросу, то лучше об этом сообщить. Это можно сделать, собственно говоря, в аппарат общественной палаты, либо напрямую ко мне через социальные сети. Если же есть потребность в содействии, в переезде из муниципального района в областной центр и обратно, то опять же надо обратиться в общественную палату. И мы, я думаю, что со стопроцентной вероятностью такое содействие окажем, и этот вопрос решим. Поэтому, в первую очередь, входящая точка коммуникации – это общественная палата Кировской области. А сколько человек уже подтвердило свое участие? Уже есть примерная цифра? Осталось чуть больше недели, но вот сейчас уже есть какая-то цифра. Есть достаточно большой список тех, кого мы, скажем так, сами оповестили, не считая просто свободного распространения информации. Это порядка ста человек. Тех, кто, по нашему мнению, проявляет активность в той сфере, которая будет обсуждаться. Члены общественной палаты, неравнодушные граждане, как я уже сказал. Плюс сейчас идет процесс подтверждения с их стороны. Я не скажу, что какая-то гиперактивность наблюдается в этом плане. Но, в общем, вполне ожидаемо. Мы уже привыкли у нас в регионе, что основной поток заявок или заявившихся происходит в последние дни. Но мы прогнозируем, по нашим оценкам, общее количество участников в диапазоне от 60 до 80 человек. Потому что, по нашим оценкам, это количество активистов, представителей органов власти, имеют в той или иной степени отношение к той тематике, которая будет обсуждаться. А вот по поводу информирования, все же хотел узнать. Как будете информировать? То есть, где будет происходить, какая тема обсуждения? Может быть, на каких-то сайтах можно эту информацию узнать? Ну, опять же, там основной источник информации – сайт общественной палаты, на котором, собственно говоря, анонс размещен. Мы сейчас уже разослали пресс-релизы в СМИ, которые, мы тоже надеемся, разойдутся. Естественно, информация присутствует в социальных сетях. Другой вопрос, что мы, конечно, не занимаемся, так скажем, неким промоушеном этого клуба, потому что считаем это не совсем правильно. Мы не навязываем никому ни сам формат, ни саму возможность. Мы ее предоставляем. И для нас это ведь тоже показательно, потому что, когда с одной стороны бытует мнение, что вот эта проблема огромная, большая, допустим, волнует всех, но с другой стороны мы видим крайне низкую активность граждан, возникает вопрос, так ли это на самом деле. И в этом смысле для нас, как для организаторов и для органов власти, для губернатора, это тоже будет показателем. То есть реальная активность граждан по этому вопросу, насколько она соответствует некому информационному фону, который вокруг того или иного вопроса сложился. Но мы вот все говорим, что вопрос серьезный, серьезный. Давайте все-таки озвучим вопроса, то некоторые не знают, и мы это прям загадка. Ну, на самом деле здесь никакого секрета нет. Конечно, это уже в открытом доступе. Собственно говоря, там тема сформулирована тоже не по чиновничке, что называется. Ближе к народу. Хотя такие попытки были. Мы тему сформулировали очень просто и понятно. Мы считаем, что уже из названия темы людям должно быть понятно, собственно говоря, о чем будет идти речь. Поэтому на 28 июня, на следующий четверг, запланировано заседание клуба по теме, что мы будем делать с мусором. А почему именно эта тема была выбрана для обсуждения? Ну, потому что мы считаем ее одной из самых актуальных в данный момент. Причем актуальных с точки зрения сразу нескольких аспектов. Первый аспект – это, собственно говоря, возможность еще неким образом повлиять на происходящие процессы. То есть достаточно глупо махать шашками после того, как все уже произошло, или воевать с ветерными мельницами, которые уже вовсю вращаются. Поэтому так как достаточно серьезные изменения в сфере оборота ТБО будут происходить в предстоящем периоде, мы считаем, что возможность высказать общественное мнение, общественную позицию по данному вопросу и с ее учетом действовать дальше – это принципиально важно. Это первое. Второе. Мы считаем очень важным полноценное информирование о том, собственно говоря, что происходит. Потому что, опять же, в информационном пространстве находится достаточно, с одной стороны, большое количество вроде как информации об этом, но, с другой стороны, мы видим, что по ощущениям даже при подготовке, такого полного понимания того, что же будет происходить, оно есть очень у небольшого количества, в основном только специалистов. Вопросов больше, чем ответов. Вопросов гораздо больше, хотя, в принципе, вся информация есть. Но, опять же, вот видите, это то же самое, с чем мы столкнулись, выбирая название. Когда нам пытались предложить название о предстоящем переходе на новую схему. – Все, запутался, о чем речь. – Все, непонятно, о чем речь. Поэтому мы выбрали простое название, и, собственно говоря, мы ориентируем на то, чтобы разговор ввелся именно таким простым, понятным языком. И сам формат, который мы внутри мероприятия закладываем, предполагает именно это. Потому что еще принципиально долго мы достаточно согласовывали, что на выступления со стороны органов власти, на некие презентации, будет отведена меньшая гораздо часть, чем на последующий разговор. То есть, если у нас все заседание клуба запланировано на три часа, то только первые полчаса для того, чтобы, ну, так скажем, понятийный аппарат определить, то есть, о чем разговариваем, что планируем обсуждать, вот только первые полчаса запланировано для выступления органов власти. Когда нам скажут, что предполагается, что хотелось бы в результате получить, а дальше уже будет идти режим диалога, и сначала это будут выступления, собственно говоря, тех общественных активистов, которые уже себя в этой теме проявили и зарекомендовали, а дальше непосредственно в режиме вопрос-ответ, обсуждения. Какие-то вопросы, конечно же, останутся без ответа, но важно их высказать для того, чтобы впоследствии на них мог быть получен ответ. Поэтому тема вот такая, и мы надеемся все-таки, что вот эта возможность прямого, полноценного содержательного диалога не на бегу, не в режиме пресс-конференции, а именно, когда ты можешь задать вопрос губернатору, губернатор выскажет свою позицию по этому поводу, профильное министерство там сформулирует то, как это соответствует нормативно-правовым актам, как при этом там учитывается мнение граждан, потому что, опять же, с точки зрения этой темы, например, очень важно мнение не только жителей областного центра, но и, собственно говоря, тех муниципальных районов, где предполагается размещение достаточно большого количества объектов. Так, сейчас нам нужно ненадолго прерваться, мы продолжим буквально через минуту, не переключайтесь. Еще раз добрый вечер, напоминаю, вы смотрите программу «Жорсовет», и сегодня мы говорим о создании нового дискуссионного клуба, который стартует уже на следующей неделе. Андрей Леонидович, расскажите, вот все-таки конечный результат, к которому придут участники этого дискуссионного клуба, то есть они получат ответы на свои вопросы, или какие-то еще дальнейшие будут действия? Я надеюсь, что на целую значительную часть вопросов мы получим ответы, и это, на мой взгляд, должно будет способствовать тому, чтобы в обществе возникло большее понимание тех изменений, которые нам предстоят. Я думаю, что не на все вопросы мы получим ответы, потому что до конца этих ответов нет еще и в принципе. Если мы будем говорить, например, о тарифе на область мусора, вообще на работу с мусором, то этого ответа мы не получим, потому что этот тариф будет утверждаться до конца года. Но опять же, мы когда эту тему обсуждали, смотрите, ведь важно что? Важно не только понимать, сколько мы будем платить, важно понимать, за что мы будем это платить. Важна не цена, а так называемая ценность. Потому что мы бы с вами, когда приходим в магазин и видим какой-то товар, мы же не говорим о том, дорого это или дешево. Мы в принципе, в абсолютных цифрах, мы начинаем оценивать с точки зрения потребительских качеств товара и его стоимости. Поэтому мы на круглом столе будем говорить не о величине абсолютной тарифа, а о том, что в него входит, за что мы теперь начинаем платить. Разъяснительная работа в данном случае необходима. Разъяснительная и на понимание. Но не менее важным является то, что понимая, за что мы будем платить, мы будем понимать, что мы теперь имеем право требовать. Потому что, когда ты не знаешь, за что платишь, ты не знаешь, чего ожидать. Это всем нам кажется, что мы в платежках своих все время регулярно за что-то платим. И далеко не все из нас представляют, что же в эту сумму, какие услуги нам должны обеспечить. Этот момент с нашей точки зрения очень важен. И здесь нам важно, собственно говоря, увидеть и услышать то, как органы власти, полномоченные заниматься этими вопросами, это формулируют. Что же будет с этим происходить. Не менее важным, и мы отдельной темой это ставим, это все-таки раздельный сбор мусора, который, с одной стороны, становится частично обязательным с 1 января, когда запрещается захоранивание целого ряда отходов. А с другой стороны, у нас так и нет ответа на вопрос, что с ним будет происходить. Потому что, я думаю, что определенная часть населения готова уже сейчас заниматься сортировкой мусора, для того, чтобы у кого-то это социальная ответственность, у кого-то это экономическая целесообразность или что-то еще. Но, грубо говоря, отсортировав его у себя в домовладении или в квартире, что вы дальше будете с ним делать? Его так и некуда деть, собственно говоря. И на эти вопросы мы тоже хотели бы получить ответы, потому что без вот этих действий со стороны органов власти в этом направлении сложно ожидать каких-то изменений в принципе, так скажем, в качестве нашей жизни. И таких вопросов достаточно много. Это вопросы размещения мусороперегрузочных станций, которые будут распределены по территории региона, полигонов новых, которые будут появляться в достаточно серьезном количестве. Еще один вопрос, который уже мы понимаем, что возникнет, и на него, наверное, не будет стопроцентного ответа, но нам бы хотелось опять же услышать некое понимание того, что намерены с этим делать. Это то, что будет происходить со старыми полигонами. Куда в дальнейшем? Да, что с ними будет? Нет, то есть куда дальше мы будем, что мы будем делать с мусором? Сейчас по территориальной схеме вроде как понятно, что будет происходить с теми старыми полигонами, легальными и нелегальными, которых там огромное количество. Их же нельзя просто так бросить и оставить, потому что они будут отравлять, собственно говоря, окружающую среду. Поэтому совокупность вопросов очень большая. Еще раз говорю, мы не ожидаем услышать ответы на все из них, но мы очень надеемся на то, что вот этот диалог, он позволит власти почувствовать отношение к этому вопросу со стороны общества, а обществу получить более полную информацию, донести свое представление о том, как это должно быть организовано в органах власти. Короткий пример уже, чтобы, так скажем, совсем для понимания, возникшая идея закрытых площадок для мусора, которые должны быть на кодовом замке с электронной карточкой, с одной стороны красивая и вроде как логичная, доступ имеют только те, кто платит. Но у нас возникает очень большое количество вопросов, как это будет происходить на самом деле. Есть большие серьезные сомнения относительно того, что все 100% наших граждан настолько сознательны, что в случае утери этой карточки будут восстанавливать ее, а не просто там положат мешок с мусором рядом. И благое, с одной стороны, намерение может в результате непродуманной реализации превратить наш город в такую перманентную свалку. Ну, про 28 июня все нам стало понятно. Что будет делать дискуссионный клуб дальше? Как он будет работать? Понятна ли периодичность встреч? И может быть, уже есть какие-то темы, которые вы запланировали обсудить дальше? Ну, мы, что называется, решили точно не чистить, потому что лучше хорошо подготовить тему и, собственно говоря, по ней полноценно отработать, нежели чем пытаться убить необъятное. Кроме того, надо не забывать, что существует, собственно говоря, и текущая работа общественной палаты, в том числе пленарные заседания, на которых рассматриваются достаточно важные вопросы, и это свой формат работы. Поэтому по нашим планам мы, собственно говоря, ориентируемся на 2-3 раза в год. Всего лишь, да? Да, заседания клубов. Это живая ситуация. Мы сейчас готовим первый. Нам важно понять, как он пройдет. Я очень надеюсь на то, что наши граждане, наши общественные активисты, которые примут участие, поймут, что это тот формат, который надо использовать и не надо его, что называется, похоронить с первого раза, да, это не площадка для выступлений и монологов, это не место, где надо просто там показать себя, это площадка, которая должна работать вот на таком постоянном, в постоянном таком режиме периодических встреч, где надо вести содержательный разговор. Это не место, где надо просто там выступить, это место, где надо сформулировать четко свои требования, свои вопросы, свои пожелания и потом стараться добиться на них либо ответов, либо их учета в происходящих процессах. Я очень надеюсь на то, что именно в таком формате, собственно говоря, будет клуб происходить. Мы постараемся его вместе с моей коллегой из Общественной палаты России Дударева Алибина Евгеньевна. Это представитель комиссии по экологии и природопользованию Федеральной палаты, которая приедет к нам специально на это заседание клуба и расскажет о том, как эти вопросы решаются в других регионах, даст свою оценку со стороны происходящего у нас. Мы с ней договаривались о том, что, собственно говоря, вот в таком формате мы постараемся это мероприятие отмодерировать. Хотелось бы узнать, как это вообще все происходит в других регионах. Все же в других же есть это. Ну, вы знаете, у всех по-разному. Я с коллегами общаюсь, как я уже сказал, да, то есть где-то это, вот я говорю, там просто прямо чайпитие в большом кафе, да, то есть там губернатор в совершенно неформальной, неофициальной обстановке, без определения какой-то специальной темы, вот там пьют чай, легкую закуску и общаются обо всем. Но вы отказались сразу, да? Да, мы исходили из того, что необходимо в первую очередь ориентироваться на результат, да, то есть просто собраться и поговорить, ну, наверное, в этом тоже есть какой-то смысл, но, в общем, через некоторое время этот смысл пропадет и результата никакого не будет. Мы все-таки исходили из того, что нам необходимо конкретные какие-то изменения или конкретный учет мнения общества при принятии решения, поэтому считаем, что все-таки не самый официальный там формат, да, то есть мы там не проводим конференцию или что-то еще, во-первых. Во-вторых, еще раз говорю, там ограниченность вот этого блока выступлений органов власти и практически там в три раза больше, даже в четыре раза больше объем выступлений, собственно, со стороны общества. Мы надеемся, что этот формат будет более результативен с точки зрения итогов. И должен еще сказать, что мы, опять же, там договорились принципиально о том, что на следующем заседании клуба, прежде чем начать обсуждение, собственно говоря, там темы, которая будет избрана следующей, мы кратко подводим итоги того, что изменилось в этой теме. Да, и эти результаты, которые появились после времени, прошедшего с прошлого заседания клуба по той теме, которая обсуждалась. Это действительно интересно хотя бы понимать, что это сделано было не зря и проделана была работа. А вы, как житель города, какие все-таки вы еще проблемы смогли бы выделить? Ну, это, скажем так, уже на дальнейшее. Тема мусора, понятно, она актуальна и она будет еще актуальна не один месяц у нас. Я думаю, что это такие, знаете, поколенческие изменения, которые должны происходить, начиная с, в принципе, отношения к местам нашего обитания, да, и заканчивая той самой сортировкой мусора, которая, собственно говоря, должна происходить не столько благодаря государству, сколько благодаря самим гражданам на первичном этапе. Ну, я думаю, что мы обязательно в любом случае будем обсуждать тему развития городской инфраструктуры, причем, опять же, там, не только в привязке к городу Киров, да, а в привязке к тем муниципальным районам, которые есть. То есть, это та инфраструктура, которая позволяет, что называется, создать для людей комфортную и удобную среду обитания, чтобы они, ну, скажем прямо, не стремились уехать из этих мест, да. Есть масса примеров и масса, там, достаточно интересных урбанистических решений, которые не какими-то, там, безумными бюджетами позволяют создать и общественное пространство, и точки притяжения, там, и некие, там, зоны для того, чтобы жить и в городе, и в других образованиях было удобно и комфортно. Я думаю, что мы обязательно возьмемся за эту тему, потому что она, собственно говоря, там, ну, что называется, касается у нас каждого, да, каждого, кто живет в том или ином городе или небольшом населенном пункте. Угу. Ну, то есть, в общем, планов у вас действительно много, но мы ближайшие ждем, это 28 июня, да, когда мы будем обсуждать тему мусора. Наше время подходит к концу. Напомню, сегодня мы разговаривали с Андреем Усенко, с представителем Кировской области в Общественной палате Российской Федерации, говорили о новом дискуссионном клубе, который называется «Так-то да». Вместе со мной вопросы задавали Дарья Михеева и Евгения Бакина. Меня зовут Надежда Шабалина. Увидимся уже завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!